Проголосовать на выборах президента России можно будет в двух классических форматах – на участке и на дому. И дополнительный для групп избирателей в населенных пунктах, где отсутствует помещение для голосования и транспортное сообщение затруднено. Чтобы избежать фальсификации членам избирательных участков, важно знать все тонкости и новшества. Для этого проводятся практические занятия. Семинар практики, что называется. Сегодня территориальные комиссии будут выполнять практические задачи по оформлению документов, по итогам голосования, то есть составление протоколов, оформление протоколов, передача протоколов, вышестоящих комиссий, сводные таблицы и так далее. Все, что связано с новым днём. Кроме того, еще раз напомню, как работать сейф-пакетами, как правильно их опечатывать, как правильно их проверять, как сработать сейф-пакетами. Также поговорили об интерактивной рабочей тетради и маркировке сейф-пакетов. Подобные встречи помогают освежить в памяти председателям участков все важные тонкости и нюансы. Полученное знание им предстоит рассказать своим сотрудникам избирательных территориальных комиссий. Как вы знаете, всегда применяются сейф-пакеты. И одно из самых основных новшеств – это применение спецмаркетов для этих сейф-пакетов. Такого у нас не было ни разу. Но, на мой взгляд, это позволит еще более сделать выборы открытыми и защищенными с точки зрения, ну, как бы, не менее возможности классификации. То есть никогда и не было. Но данные спецмаркеты оказывают в очередной раз, что наши выборы всегда очень прозрачные. Напомним, что выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта. В Ульяновской области задействованы 29 территориальных избиркомов, 934 УИК, а также 6 участков избирательных комиссий, образованных в местах временного пребывания избирателей. Светлана Карпухина, Сергей Кудаков, Улправда ТВ.